Привет, это Ребуарна. На одном из них последний стримов мой подписчик Владислав, через донатик, за что ему огромное спасибо, попросил меня посмотреть ролик у Акро, который называется «Россия и русские в западных сериалах». Давайте глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Я так понимаю, это карточный домик, да, который я не смотрел. На моя коробушка. А я и не знал, что Путин так неплохо поет. А это был типа Путин? Где лучшие футболки? Проходят сайте «Амороссия», код со скидкой в описании. Всем массовый здряв. Я уже рассказывал вам о России и русских сериалах. Да, мы уже смотрели на основном канале, не знаю, где это будет. Но как-то обошел появление в одном сериале президента Владимира Путина. Ну ладно, это Виктор Петров. Но мы-то понимаем. Приезжайте как-нибудь в Сочи, покатаемся вместе. В третьей серии третьего сезона сериала «Карточный домик» президент США Фрэнк Андервуд встречается с президентом России на американской земле. И нам показывают, что на данном мероприятии присутствует группа Pussy Riot. Помни? Это были Pussy Riot? А чё за мужем? Видите такую? Путина прогони! За Виктора Ивановича Петрова, президента России. Верховного главнокомандующего, которому не страшен никто, кроме геев. Хватит. И на роль участник. Блядь, смотрите, кстати, они говорят по-русски нормально, а этого не могли нормально найти. Как группы, взяли реально группу Pussy Riot. А, это реально, они вот почему-то говорят. Видите, моим дешевле платить, чем настоящим актерам. Хватит. Эй, я устал от притеснений, коварный тиран. Хватит. Ну, так и быть. Потом президент Петров спасает унылую американскую вечеринку своей зажигательной песней. Не торгуйся, не ступись. Серьезно? Это прям такая кулюква, прям капец. Вот так проходят встречи президентов, а потом у президентов будет музыкальная битва, и судьи выберут... Баттл, блядь, сейчас зачитают про маму. Победителя? Баттл, блядь, сейчас зачитают про маму. Победителя? Билл, она же затанцевала. На самом деле, Виктор Петров действительно интересный персонаж, которого нельзя назвать прям-таки отрицательным героем в сериале. Хотя бы потому, что трудно быть отрицательным персонажем в сериале, где почти все персонажи те еще мутаки. Хватит, хватит, хватит. Я еще пока не смотрел, но говорят классный сериал. Я уже рассказывал про... Про Стрелу я знаю, потому что Стрелу я смотрел все-таки. Я был в супергеройском сериале Стрела, но пятый сезон подбросил мне нового материала. Ну-ка. И там показывают воспоминания главного героя о его бурных приключениях в России. И это просто уморительно. Все, что ты выиграл сегодня вечером, будет... Почти... Интересуют, блядь, сука, поставьте ему нормально русский язык, хотя бы чуть-чуть. Так же, как меня не интересует нормальное произношение слов. Ха-ха-ха, крайне то больше понятно. Ольвер вступает в русскую братву в Красноярске. Ну, стандартное времяпрепровождение для тамошних мест. Но Ольвер развивается не только физически, но и духовно. Ведь его озаряют русскими мудростями. Акула, которая не плывает, то нет. Русская поговорка. Первый раз слышу такую поговорку у русских. Слышал? Акула, которая... Не, ну я типа просто... Это как бы биология. Блядь, прежде чем русская поговорка немного понятна. Не плавает, тонет. Русские поговорки. Они такие прямолинейно логичные. Акула, которая не плавает, не плавает. Что? Жиза! Это русская поговорка. Звучит как что-то, что ты выдумал на ходу. Человек, которому свойственно думать, думает. Как же... Ха-ха-ха, гениально. Ольвер добывает информацию в России. Через водка! Например, ему нужен человек, который находится в следственном изоляторе. Он разбивает фару ДПСником, его, разумеется, ловят. В камере Ольвер видит нужного человека. Именно в этот, да, следственном изоляторе. Выбывает необходимую ему информацию, а потом сворачивает узнику шею. Как же будущий супергерой оправдается перед охраной? Что происходит? Он упал. Наверное, пьян. Он упал, наверное, пьян? Разумеется. Упал и сломал себе шею, да? За такую гипотезу не нужно проверять. Ведь известно, что если... Даже рядом с русским человеком нет алкоголя под рукой, то его организм начнет вырабатывать его самостоятельно. Спасибо, что привлекли к ответственности убийцу моего сына. Он убил моего сына за 800 рублей. Вот признак того, что с экономикой что-то не то. Когда купить хавчика на неделю стоит дороже, чем нанять наемного убийцу. Что ж, отойдем от сериала... Пипец! Это реально дичь какая-то. Я что-то сначала подумал, блин, это... Неправильно, как будто бы он его грохнул, 800 рублей у него забрал. Как? Сериал «Агенты щита». Агенты отправились в Россию-матушку в одной из серий третьего сезона. И на самом деле ничего особенно выдающегося в этом эпизоде не происходит. Серия как серия. На первый взгляд, внимательные зрители наверняка заметили шикарную русскую... Блядь, купите просто клаву! Газм... Год... А! Пизде продается, ну чё? Если у вас вместо плюса не стоит буква «Твёрдый знак» Печатаю здесь такой оп в этом... То вы русофоб и придаст... С чей? ...тель Родины! Цитрп! И мне кажется, или тут две буквы «Ша»? Видимо, эта буква та... «Ша», ну да. А нет, это «Ша» и «Ща». А где ещё одна «Ша»? Не вижу ещё одну «Ша». Видимо, я слепой. А, вижу. Как важна для русского языка, что должна быть подстраховка. Что ж, отойдём... Это их три там вообще, по-моему. ...от комиксовых историй к сериалу «Области тьмы». Ммм... Неплохой сериал, вроде. В 18-й серии главный герой Брайан находится в Санкт-Петербурге. И нам показывают... Да, я его смотрел. ...как стоит договариваться с заместителем генпрокурора в этом городе. Просто я главного героя вспомнил, но эту серию вообще не помню, потому что досмотрел давно. Главный герой предлагает заместителю взятку. Возможно, вы слышали, что в России есть коррупция. Но, скорее всего, вы не догадывались, что можно платить спойлерами к «Игре престолов». Да, политику предлагают узнать концовку «Игры престолов» от самого Джорджа Мартина в обмен на освобождение одной персоны из тюрьмы. Чё-то какой-то кризис. Если бы со всеми политическими деятелями так договаривались... Если бы вообще со всеми так договаривались, это было бы дичь. ...то, возможно, в мире не было бы войн. Да и вообще, главное... А может быть, так. ...негерой неплохо адаптировался к жизни в России. Ведь самое главное там... Вот как! Не подожди, а футка? Блин, вообще не помню эту серию. Неужели я её не смотрел? Ну и ещё безграничный «ê»! Это слово говорит всё из-за меня. Ха-ха-ха-ха! В сериале... Ну почти правильно! В�� absolvi 6 серии первого сезона... Герой отправляется на экскурсию в Россию. Мы увидим настоящую Россию. Ну, правда здорово? Ну что, кто согласен, что это весело? В общем, ребята так заряжены энтузиазмом, что тащат с собой наркоту. Ведь не каждый решится увидеть Россию, находясь в трезвом рассудке. Так, бля, приедите туда и купите водяр, вы чё? Похоже, что работники российского аэропорта немножко затерялись во времени. Ведь у них на стенах висят агитационные плакаты времён Советского Союза. Да, это немного странно, какого хрена? Прогрессивно. В аэропорту однажды... Кстати, полиция у нас уже давно. ...нобой из детей, не того, который с наркотой, арестовывают. Потому что... Потому что... Потому что... Такие усики в России приравнивают к терроризму. Учитель пытается разобраться, но с него требует взятку, чтобы мальчонка отпустили. Серьёзно, вот так? И даже не спойлерами к Игре Престолов, а деньгами. Вот только благодаря подобным ухищрениям бюджет России ещё держится. Это стереотипы тоталитаризма. Блин, чё-то как-то какой-то стрёмный перевод нашёл, а нет, получше озвучить? Да, а это, блин, всё не стереотипы. Учитель договаривался об аренде автобуса в России, но автобус сломал. Что-то выглядит картинка, как будто бы это русский сериал. Лёня, что там с автобусом? Хана автобусом. Жаль, но за такой шикарный головной убор... Ха-ха-ха-ха, пигдец. Они реально потерялись во времени. Реальную Россию захотели увидеть, да, и переместились куда-то. Мужику можно простить всё. В результате героям пришлось ехать вот так. Зато нам показали суровых русских девушек. Прохладно ей, наверное, в этих шмотках. Ха-ха-ха-ха-ха. Ага. Зимой-то, блин. Я хотел попросить вас внимания и рассказать вкратце о изготовлении нашего замечательного клея. Клея? Ну да. Куда ещё стоит пойти в России, как не на фабрику клея? Какая херня? Это главная национальная достопримечательность. Чё за криша вообще-то тут происходит? Но клей не главная гордость. Главная гордость, разумеется, водка. Водка! Хозяйка гостиницы, в которой поселились дети, угощает ей одного из юнцов. Достроя. Да какое на здоровье, блядь, никто так и говорит. Заебали. Другие дети тоже проводят время продуктивно. Вот эти две дамы закадрили себе милиционеров. И мне нравится их реакция. О, девушки, какая невидаль. Расскажу друзьям, не поверь. Ха-ха-ха-ха-ха. Бля, столбились. В городе происходит ограбление. Почему сотрудники милиции бездействуют? Калинка, калинка, калинка моя. Да идите в жопу. А, но тогда не будем. Никто это не поет. Я отвлекать. Знаете, я много клюквы повидал, но это просто какая-то гнетущая жуть, от которой становится не по себе. За клюбим англичан. За клюбим англичан. Давайте перейдем к чему-нибудь полегче. Блин, я слышал про этот сериал, думал он прикольный, но, ну, слышал о том, что он хороший. Но он снят как российский сериал. Или это только эта серия такая. В восьмом сезоне сериал... О, Кассел, обожаю Кассел. Кассел в одной из серий убивают сына русского дипломата. И вот после такого преступления, Касселу приходится работать с Василием Жировым из дипломатической службы безопасности. Нам русского в напарники навязали. Как в красной жаре. На все оказывается не так страшно. Я так рад. Слава богу, что не в засос поцеловал. Как Брежнев. На самом деле Василий удивительно обаятельный персонаж, который излучает море энтузиазма. Я, признаться, думал, что вы совершенно не такой. Думали, как в красной жаре? Сериал сам сойдется над стереотипом. Наконец-то, да, хоть кто-то постепался. Сейчас все равно будет опять стереотип какой-нибудь. Я уже просто не помню. У невозмутимых русских, которым чужды эмоции. Это старая Россия. А я новая. Но он же просто милаха. В процессе серии выясняется, что Василий не совсем тот, за кого себя выдает. Если на этой земле погибнут граждане России, мне сладко придется всем. А, стоп, ложная тревога. Он стал еще круче. Да блин, я хочу... Как просто жаре. Я не смотрел просто ее до конца. Сериал про приключения Касла и Василия. Накрен эту бабу вообще. Насва... С вами был Акар. Пишите в комментариях, какие стереотипы о России вас наиболее... Хоть где-то, да, показали более-менее нормально. Не забывайте вступать в мою группу. Видос интересный получился, как обычно, у Акара. Спасибо ему большое. Было прикольненько. Особенно некоторые сериалы, которые я смотрел, было классно увидеть. Вот спасибо большое моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики и все интересующие ссылочки в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока!